Добрый вечер, Гомель. Добрый вечер. Мы говорим всем, кто сегодня решил провести этот вечер с нами в нашей приятной компании. Мы работаем в прямом эфире, а это значит, что участником передачи может стать каждый из вас. Достаточно позвонить к нам в студию, задать ваш вопрос, рассказать вашу историю, либо ставить сообщение на вайбере. И сегодня мы предлагаем поговорить о том, когда счастлив ваш ребенок, и что же это такое семейное счастье. Если быть более точными, то мы попытаемся выяснить, как создать условия для воспитания в семье гармоничной личности, какие игрушки нужны ребенку, для чего существуют детские модельные агентства, и что надо знать родителям об увлечениях своих детей. Говорят, что семейное счастье – это когда в доме слышны детские голоса. Сегодня у нас в студии семья Петрушко и Скалинковичей. Не так давно семья победила в республиканском конкурсе «Семья года-2017». Спросим, как это – делить любовь поровну между шестью детьми. Давайте спросим у них. Добрый вечер, Наталья Николаевна. Добрый вечер, Александр Павлович. Александр Павлович, первый вопрос вам, как главе семьи. Скажите, ну как это? Легко быть главой многодетной семьи? С Божьей помощью несложно. Потому что если в семье есть взаимопонимание, если в семье есть любовь, если в семье есть уважение и много других вот этих составляющих духовных, которыми строится наш семейный храм, тогда несложно. Но прежде всего, конечно же, должно быть заложено, как в любом строительстве здания, правильное основание. Если оно заложено правильно, вот тогда, конечно же, потом, впоследствии, все идет правильно, так как родителям на счастье и на радость. Если же, конечно, в основании есть какие-то, украли цемент, не доложили щебень, то, конечно, потом строительство оно дает крена. То есть, я будет бракованной? Ну, что-то вот не очень хорошее слово, но, тем не менее, к сожалению, это так. К чему обязывает статус многодетного папы? Знаете, ну, статус получается, это сегодня он, вот этот термин такой, он официальный. Для меня просто, мой статус просто отца. Я вижу, неважно, сколько это детей, один, два, пять или шесть, или больше. То есть, я это принимаю как важную, необходимую составляющую жизни, не потому что так это получилось, или нужно, или каким-то сожалению, потому что должны быть свои отцовские чувства, своя отцовская ответственность. И поэтому тогда тоже все на своем месте. Я хочу спросить у вашей супруги, Натальи Николаевна, легко ли расти шестерых детей? Я понимаю, что вопрос риторический, но, тем не менее, я не могу спросить у вас, как это расти шестерых детей, когда самому младшему два годика, правильно, Анечка? Да, правильно. Ну, конечно, нелегко расти шестерых детей, но это в радость, это помощь детей друг другу, нам, и из этого все вытекающие. Кстати, что делать, чтобы вот воспитание детей было в радость, как сказала Наталья Николаевна? Что для этого необходимо? Какие условия следует соблюсти? Любить, наверное, детей. Ну, в принципе, все родители любят своих детей. Но, опять же, важно понимать, что счастье детей и их устройство, и смысл жизни, и цели жизни, они не основываются только на каких-то материальных составляющих, которые сегодня, ну, многие устремлены. И это необходимая, важная часть жизни, без нее сложно, но она не основополагающая, потому что сегодня, восполняя вот эту часть родителей, когда заботятся именно о материальном благе своих детей, упуская вот формирование их характера в духовные эти принципы, потом тоже мы видим, что материальная часть, как бы она не приносит того успеха, результата, который бы хотелось бы самое лучшее детям отдать через это. Наталья Николаевна, расскажите об увлечениях ребят. Ну, у нас все детки занимаются, практически все, тэквондо, исключая меня и старшую дочку. А вы что, не приглянулся так вот спорта? Вам достаточно семейных хлопот? Ну, наверное, да. Я как-то больше по дому. А все пятеро занимаются спортом, маленькая, делают первые шаги какие-то. Пятеро она имеет в виду и двухлетнюю мучку. Да-да-да, я поняла. Александра у нас более творческий человек. Она создает фильмы, обрабатывает наши материалы, делает ролики, фотографирует нас. То есть она тоже в теме, но только вот в такой творческой статусе. Давайте спросим у ваших ребят. Возьмите, пожалуйста, микрофончик. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста, расскажите о ваших увлечениях. Чем вам нравится заниматься в свободное время? Меня зовут Лиза. Мне нравится читать книжки, заниматься тэквондо, рисовать, петь, играть на музыкальных инструментах. А на чем ты играешь? Я играю на музыкальном инструменте аккордеоне. На аккордеоне. Ну ты молодец какая. А как так получилось, что ты занимаешься тэквондо? Ну, сначала я видела, как занимаются мои братья и сестры, а потом решила попробовать мне и получается. У тебя здорово получилось. Папа подтверждает. Хорошо. Передай микрофончик, пожалуйста, братику. Как тебя зовут? Чем ты увлекаешься? Меня зовут Илья. Я тоже занимаюсь тэквондо. Ну, я люблю много чего. Ну, чего, например, поясни нам. В футбол играешь на улице с ребятами? Ну да, летом играл в футбол. И на улице, и вообще, ну, на свежем воздухе. А какие отметки в школе у тебя? Ну, я не отличник, но неплохие. Сколько за четверть у тебя? За четверть, папа спрашивает, сколько у тебя средний балл? Восемь. За последнюю четверть. Восемь баллов. Могут позавидовать очень многие ребята. Очень многие. У нас есть такие в классе. Наталья Николаевна, скажите, кто выбирал увлечения для ваших детей? Они сами? Либо вы подсказывали, как-то направляли их? Ну, в спорте они уже, глядя на папу и старшего брата, вот как-то малыши, они уже подтянули сами туда. Где-то с музыкой мы уже помогали определиться, потому что всем нравится музыка, всем нравится петь. Но вот на чем-то остановиться, немножко помогли. Здорово. Мне подсказывают, что у нас есть первый телефонный звонок. Давайте же его выслушаем. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Алло, здравствуй. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Да, Елена. Я из Гомеля, я молодая мама и сейчас смотрю вашу передачу. И хотелось вот просто сказать, как же замечательно, что у нас есть такие семьи, где у нас все ничем-то занимаются, все такие разносторонние личности. И тут же возникает вопрос, наверное, к маме больше, семьи, что как хватает времени на всех детей, и они такие разносторонние, не устают ли вы вообще, и как вы с ними справляетесь? Благодарим. Вопрос понятен. Спасибо вам за звонок. Попытаемся ответить. Наталья Николаевна, как хватает времени? Откуда вы черпаете вдохновение? Ну, скажем, мне помогает Бог. Я, конечно, не робот, я устаю тоже, как и все мамы. Ну, немножко получается, больше времени приходится мне где-то раньше вставать, где-то позже ложиться. Ну, а так в основном. Слава Богу. Александр Павлович, скажите, как реагируете на неудачи ребят? Ведь бывает по-разному, это же жизнь. Ну, стараюсь реагировать, знаете, не сама неудача для меня или какое-то действие, которое не получилось у них, она важна. Мне важно то, что за этим стоит, и для себя в том числе, и их научить. После этого, конечно же, мы разговариваем, я объясняю. Если это касается оценок, то для нас всегда основная проблема была не в оценках, хотя все дети учатся неплохо, но чтобы не было никакой хитрости, не было никакого обмана, не было никакого лукавства, замолчал оценку, не показал. И моя реакция более такая строгая именно всегда в отношении вот этого, не в отношении того, что получил плохую оценку. Конечно же, в результате, в отношении результатов, если спортивные какие-то неудачи, ну, стараюсь всегда сына обадривать, поддерживать и тоже извлекать из этого важные уроки, потому что случайностей не бывает в нашей жизни. Мы так верим, мы так понимаем жизненный уклад, что это каждое какое-то действие, какой-то промысел в отношении нашей семьи, чтобы чему-то научить, что-то показать, вот что-то сказать важное. И мы стараемся это увидеть, слышать. Давайте спросим у ваших ребят, кто более строгий, папа или мама? Каверзный вопрос, я понимаю. Ну, скорее всего, папа. Папа более строгий и спрашивает больше. Ну, да, потому что мама, как бы, она, ну, по... Да, более корректно в поведении, в словах, что мама? Ну, да, она, как бы... Мама более как мама. Так. Мама нежная, женственная. Она приласкает. Слово найдет быстрее, да? А у Лизы какое впечатление складывается, кто строже в семье, папа или мама? Я даже не знаю, кто строже. Мне кажется, родители одинаковые и стараются делать так, чтобы не были строгими, ласковыми и более помогать. Хороший ответ. Просто замечательный. Замечательный. Александр Павлович, как, по-вашему, родители могут помочь детям выбрать занятие по душе? Корректно. Корректно. Ну, самим понимать, в первую очередь, что они хотят в этом занятии. Потому что мы понимаем, что ребенок, если он еще в начале своего формирования характера, своих взглядов, то есть он эмоционально принимает какое-то решение, выбор какой-то, самим понимать, для чего это нужно своим детям. Ну и, конечно же, показывать все плюсы или минусы того или другого занятия, которым хотят, желает заняться ребенок. Ну, все это делать, конечно, в духе такой любви, опять уважения ребенка, не его какого-то угнетения или какого-то закона. Вот так пойдешь заниматься на аккордеон и по-другому никак. А, конечно же, объяснять. Прежде всего, самому понимать, что желает видеть и для чего. Просто занять его или все-таки какие-то более дальновидные цели. И очень важно наверняка самому подавать пример, правда? Обязательно. Начинать с себя. Да, и чтобы в отношении сына моего, который имеет определенные уже достижения спортивные в свои 16 лет, то мне пришлось в свои 40 лет, ну, мне уже 44, 40 лет снова надеть кимоно, ну, в тэквондо это да бог называется. То есть и с какими-то физическими уже сложностями в суставах каких-то, да, травм каких-то старых, тоже стоять рядом. То есть его поставить рядом с собой и показывать. И то же самое он делал, если сегодня он имеет определенные навыки, достижения и перспективы вперед. Но для этого мне нужно было быть действительно рядом. Кстати, вы сказали о победах вашего старшего сына. Поясните, что вы имеете в виду? Какие-то большие победы? Ну, есть какие-то определенные победы. Да, чем можете сегодня вот похвастаться? Ну, на сегодняшний день он является трехкратным чемпионом Белоруссии по тэквондоу. Это аплодисментов заслуживает. Призером чемпионата Юго-Восточной Европы, Кубка Европы, призером Кубка СНГ, Кубка мира, кандидат мастера спорта. То есть это вот, ну, это был путь. И путь именно, который помогал, который мы проходили вместе с ним, можно сказать. И моя основная цель и задача, опять же, то, что я говорил, это основание. Через это, через это физическое упражнение, помогать формировать его характер, его духовную личность. Потому что во всех видах единоборств, вот это до, карате до, айкидо, тэквондо, то это по-разному обозначает, тэквон, а вот эти две букочки до, это везде духовный путь во всех единоборствах. Это очень важно. Это первичное. Вот, как оказывается. Да, это основа. Без нее это просто будет драчун, хулиган или каким-то образом еще. К нам начали поступать сообщения на Вайбер, уважаемые телезрители. Я попробую зачитать. Итак, послание от Светланы Ивановны. Мы восхищаемся вами, Александр и Наталья. Вы такая гармоничная пара, такие очаровательные детки. Браво! В наше время редкость, такие большие семьи. Светлана Ивановна, я уже сказала, оставила это послание у нас на Вайбере. Я хотела бы спросить, Наталья Николаевна, вы стали семьей года 2017. Не могу не спросить, на каких же принципах держится ваша семья? Ну, наша семья держится на духовных принципах, на библейских. Потому что, наверное, если бы не это, то было бы, наверное, никак. Поэтому, да, да, пожалуйста, Александр Иванович. И вот эти принципы, одни из них, касающиеся даже тематики сегодня встречи, одно из тем, да, это игрушки. И вот чем мы руководствуемся в нашей семье? Есть такие принципы, которые так звучат. Все вам позволительно, заметьте, это строгое табу, нельзя и все. А дальше, ну, не все полезно. Все вам позволительно, но не все назидает. Все вам позволительно, но ничто не должно обладать вами. Поэтому, исходя, можно или не можно ребенку смотреть, пользоваться интернетом или какие-то еще действия, мы исходим из того, насколько это приносит пользу ребенку, насколько это действительно, он через это учится чему-то важному, необходимому, и насколько это грозит ему определенным уровнем зависимости. Это не обязательно алкогольная или какая-то наркотическая зависимость сегодня этих зависимостей, в том числе интернет-зависимость. И даже не просто интернет-зависимость, зависимость сегодня рассматривают от электронной почты даже. Кажется, безобидная вещь, но человек, он полностью погружен. То есть, насколько существует опасность. И мы баланс регулируем и вот этими принципами направляем, как Наталья сказала, с библейскими принципами. Они основополагающие, регулирующие, формирующие нашу семью. Все очень просто. Кстати, вот вы сказали такую фразу «позволительно все», да, но мера должна быть. Кстати, вот нашим деткам, смотрите, как они увлеклись игрой. Сегодня на вот этой импровизированной игровой площадке «позволительно все». Мы сегодня ими любуемся, они вот так вот активничают. Давайте же ваших ребят мы попросим пересесть в зрительный зал. Под ваши аплодисменты, уважаемые друзья, пожалуйста, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нашей программы может стать каждый из вас. Достаточно позвонить в студию, задать ваш вопрос, либо оставить сообщение на Вайбере. Сегодня вместе, я напомню, мы ищем ответы на вопросы, что же такое семейное счастье и как сделать наших детей счастливыми. Такие семьи, кстати, как у Александра и у Натальи Петрушко из Калинковичей, норма сегодня, либо все же быстрее всего исключение из правил. Давайте спросим у эксперта. Дарья Король, психолога. Дарья, добрый вечер. Добрый вечер, Дарья. Рада вас снова видеть у нас в студии. И как бы вы могли ответить на такой вопрос, много ли сегодня в нашем современном обществе вот таких крепких, стабильных семей, как у Александра Павловича и Натальи Николаевны? Ну, я думаю, что вы и сами знаете вопрос примерно, ну, ответ на этот вопрос, конечно, немного. Ну, то есть, конечно, у нас немного семей, у которых шестеро детей, конечно, у нас немного семей, которые живут долго, ну, конечно, нет. Ну, то есть, институт брака за последние, ну, 150 лет претерпел очень много изменений, ну, в том числе, это сказалось и на количестве детей, и на качестве, и на продолжительности брака. А с чем это связано, по-вашему? К вам приходят на консультации разные семьи, многодетные, те, у которых один, двое детей, и наверняка вы можете проанализировать и вот сказать сегодня, почему вот такая вот тенденция наблюдается в нашем обществе? Чего не хватает? Либо что мешает? Ну, вот я слушала, да, и мне кажется, что красиво сказал Александр про то, что у семьи должен быть фундамент. И о том, какой это будет фундамент, желательно договориться на берегу. И, ну, это частая история, когда у людей не совпадает представление о том, куда мы поплывем, ну, вот они начинают плыть, а по дороге оказывается, что, ну, а вообще-то им в разные стороны, да. И если, например, женщина хочет посвятить себя семье и детям, а муж ожидает, что она будет работать, там, строить карьеру, например, да, или наоборот бывает, когда мужчина хочет, там, больше детей, там, строить дом, а женщина нацелена на построение карьеры. Почему-то молодые люди как-то не очень задумываются над тем, чтобы вообще, ну, как-то сравнить наши карты, куда мы пойдем мы с пятачком. Вот. И, конечно, в течение времени, когда немножко гормональный фон спадает, влюбленность немножко проходит. Проходит пару лет. Проходит пару лет, да. Ну, говорят, любовь живет три года, но на самом деле три года живет бурное выделение... Влюбленность. Гормонов, да. Когда мы привязаны друг к другу, в том числе, потому что мы в большом восторге. А дальше начинается, ну, уже то, что называют там семейный быт. И, конечно, в зависимости от того, как мы на него смотрим, он может быть либо веселым, либо тягостным. И если мы сходимся в том, каким он должен быть, это будет, ну, весело. Если у нас разные представления, ну, соответственно, мы будем расходиться. Поэтому приходят, да, ну, вот в связи с тем, что нету договоренностей, ну, вот о том, что будет наше счастье вообще составлять. Вот такая вот семья, как у Александра Павловича и Натальи Николаевны, это просто заглядение, правда? Да, очень приятно смотреть. Мы сегодня просто смотрим и все любуемся, и телезрители по ту сторону экрана, они тоже сегодня просто восхваляются вами и шлют самое доброе пожелание. Я наверняка выскажу вот общее мнение. Дарья, мы сегодня начали говорить об увлечениях наших детей. Я хотела бы вас спросить, как у специалиста высокого уровня, как же понять, к чему у ребенка талант? Это можно как-то определить? Либо родители вот как-то вот должны заметить, прочесть между строк, что называется? Ну, это, конечно, можно понять, предлагая ребенку множество занятий. Но прежде всего это родительская дисциплина. Ну, то есть мы видим много фотографий, на которых видно, что родители вместе с детьми организовывают их деятельность. И нужно понимать, что психика ребенка очень пластична. И все, что вы ему предлагаете, он будет, ну, в основном брать все. Но чтобы вот он на чем-то остановился, ну, нужно попробовать с ним вместе этим позаниматься. Не просто отмахнуться, когда ребенок просит. Но обратить на это внимание, найти свободное время. Это реально большая дисциплинарная работа именно родителей. То есть не так, что там я вручил ребенку, ну, там, балалайку, клавесин, и он начал играть с талгением. Ничего такого не будет. Это ежедневный, но постоянный труд, да? Ну, вот, постоянное участие в жизни ребенка. А если случается такая история, ребенок берется за одно занятие, вот, да, экспериментирует, пробует, оставляет. Потом берется за другое. И вот эта вот история, такая ситуация повторяется. Вот такие разные виды деятельности, когда он не останавливается на чем-то одном. Это родителей должно насторожить? Или это нормальная ситуация? Нет, для ребенка это нормальная ситуация. Любого возраста? Ну, я думаю, что примерно, там, до подросткового возраста, там, лет до 14-15, ребенок может экспериментировать вообще с чем угодно. И если он пробует то, пробует это, это неплохо. Он расширяет диапазон того, что есть в жизни, чем можно заниматься. Опять же, это серьезная профилактика зависимого поведения, когда он, ну, соответственно, ну, чем-то нежелательным занимается. Ну, другой вопрос, что если его влечение слишком поверхностно, неглубоко, что если вот он на одно, другое занятие приходит и сразу уходит, ну, то есть так схлопывается его интерес. Вот если он делает это совсем быстро, то тогда, конечно, желательно с ребенком разговаривать и спрашивать у него, чего тебе лично не хватает? Потому что, ну, дети любят, например, очень, да и все мы любим харизматичных людей, харизматичных преподавателей. Мы все помним со школы, например, своих преподавателей, именно тех, кто, ну, был очень увлечен и кто был неравнодушен и мог увлечь за собой. Да, за такими людьми дети быстрее, например, идут. И они, ну, глубже, соответственно, увлекаются, если есть личное отношение с педагогом. Вот нужно у ребенка спрашивать, что тебе не хватает? Потому что если вот он так скачет, то наверняка там есть какая-то проблема. Но это будет, соответственно, у разных детей совершенно разная проблема. Ну, надо у него спросить. Мы сегодня выяснили, что вот у наших гостей, у Натальи Николаевны и у Александра Павловича дети с удовольствием ходят в секции, в кружки. Родители этому только радуются, аплодируют и поддерживают. А что бы вы могли, Дарья, сказать тем родителям, которые считают, что разные виды деятельности, очень многое, это может повредить учебе? Так ли это? Да, конечно. А как понять вот эту норму? Это на самом деле может повредить учебе. А норму как понять? Один, два кружка, три? Давайте будем честными. Иногда кружки бывают интереснее, чем школа. Конечно, это может украсть учеба. Но тогда нужно, соответственно, подумать, насколько соответствует это занятие тому, чем ребенок будет заниматься в жизни. Потому что если ребенок нацелен на спортивную карьеру, на музыкальную карьеру, так ли важно ему учить, сидеть, заучивать какие-то другие предметы? Например, есть у всех детей, особенно у детей талантливых, какой-то профиль. Говорят, что гениальность это когда вот прям все. Но это очень редкая история. В основном люди талантливы. А талант это какое-то одно направление. И развиваясь в этом направлении, все остальное, соответственно, может уходить в фон. Если ребенок очень сильно увлечен музыкой, так ли ему нужны эти десятки по математике? Ну вот надо по-честному себя спрашивать. Стоит ли, ну, то есть его там дрессировать, от него требовать? А то, что это может повредить, однозначно может. Просто нужно понимать, для чего это ребенку. Я хотела бы спросить у Натальи и Александра. Как вы считаете, сегодня в наш такой бурный век развития информационных технологий, стоит ли детям заниматься куклами, пирамидками, машинками? Вот то, что в нашей традиции это нормально и привычно. Как вы считаете? Остается ли время на это? Вот у ваших детей, допустим. Вы знаете, последнее наблюдение такое. Ну, дети это наблюдение. То есть я смотрю на их воспитание уже. Вот старшая у нас 19 лет. Сейчас маленькая, 2 годика. И один вот очень важный момент я заметил, касающийся игрушек. И теперь даже еще новое такое у меня понимание, мышление сформировалось, что игрушка не сама цель. И чем отличается игрушка вот от возможности сегодня иметь телефон или планшет? Увлечение ребенка. Когда она берет телефончик, ну, тоже мы так, это же просто родителям, скажем, маме, потому что им нужно сделать домашние какие-то заботы. Ребенок занят в это время. В телефонах они сразу все. Они сразу 2 годика, она знает уже, какую кнопочку нажать, чтобы мультик. Но, когда она берет телефон, она сразу автоматически берет и идет куда-то. Какой-то уголок, садится в какое-то место, в кресло. Она одна. Заметьте. И вот решайте, то есть смотрите, наблюдайте, хорошо это или нехорошо. Она входит в тот виртуальный мир. Но когда она берет игрушку, прежде чем она берет игрушку, она подходит ко мне. Папа, топ-топ. Она так меня зовут. Берет за руку меня в квартире. И ведет и показывает, какую дать ей игрушку. Я ей даю игрушку. И не просто она берет ее, ей папа не нужен. Она берет игрушку, садится на пол и показывает, папа, садись рядом. То есть игрушка это взаимоотношение. Это взаимоотношение. Ей важно, чтобы папа был рядом. Когда она берет телефон, она просто садится одна, и ей уже никто не нужен. Она входит в тот мирок свой, который дальше формирует ее характер. Поэтому я считаю, что это как средство опять для сближения, для взаимоотношений со своими детьми. Это очень важно. Отличный ответ на поставленный вопрос. Аплодисменты. Уважаемые телезрители, я напоминаю, вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомели». Говорим мы сегодня, что же мы, взрослые, должны сделать, чтобы наши дети были счастливы в семье. Чуть позже мы продолжим разговор о том, как же выбрать полезную, безопасную игрушку. А пока уйдем на рекламу. Оставайтесь с нами. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Уважаемые телезрители, говорим мы сегодня о том, что же такое семейное счастье и что мы, взрослые, должны сделать, чтобы наши детки были счастливыми. Эти вопросы мы сегодня адресуем вам, уважаемые папы, мамы, бабушки и дедушки. Звоните, пожалуйста, к нам в студию, щедро делитесь вашим мнением. Мы более чем уверены, что эти вопросы вас интересуют не меньше, чем нас. Для многих родителей счастье – это видеть успехи своих собственных детей. И сегодня у нас в гостях человек, который помогает детям быть успешными. Знакомьтесь, директор Гомельского филиала Центра моды и стиля «Май-студио» Наталья Давид. Добрый вечер, Наталья. Проходите, пожалуйста. Наталья, и вот давайте сходу расскажите, пожалуйста, о вашей студии в нескольких словах и об успехах ваших ребят. Наш Центр моды и стиля «Май-студио» ведет обучение по нескольким направлениям наших деток. Во-первых, маленькие и большие детки к нам могут прийти, попробовать себя в роли моделей, в курс моделинга. Для неординарных и креативных деток у нас есть новый совершенно курс, он называется «Я телеведущая». Но туда детки должны прийти уже побольше, лет с 10 и до 16. И третье у нас открылась студия вокала в этом году. Вот туда мы набираем деток, которые хотят научиться петь. И там уже нужны данные, определенные, девческие данные. Там у нас идет отбор, да, наш педагог проводит сначала отбор, потом она набирает тебе деток, которые имеют талант. Наталья, мне всегда было интересно, зачем, ради чего? Родители хотят сделать из своих детей моделей. Ну, ни для кого не секрет, что наши дети это продолжение нас. Возможно, некоторые мамочки когда-то в детстве хотели себя увидеть в роли моделей. И воплощают сейчас эту мечту своих детков. Свои амбиции. Потом, мне кажется, что самой мамочке восхищаться красотой своего ребеночка становится скучно. И она хочет, чтобы эту красоту увидели все остальные. Недавно мы были на главном подиуме нашей страны в Минске на неделе моды. Да, вот как раз мы видим на большом экране. Там мы демонстрировали платья нашей фабрики художественных изделий Любна в белорусском национальном стиле. И на этом подиуме выступали детки, как самые маленькие, которые сейчас играют, так и самые большие. И никто не сбился, все могут ходить, все сделали то, что нужно. Хотя это требует очень много усилий. То есть то, чтобы они вот так вот прошли по подиуму, как мы видим на экране, на это было потрачено не один десяток часов репетиций. Главное правильно настроиться. Правильно настроиться и правильно показать. Я хочу спросить у нашего эксперта Дарья. Дарья, а по-вашему, почему родители хотят, чтобы дети становились моделями? Ну, это же, в общем, неплохая профессия на сегодняшний день, давайте говорить прямо. Ну, то есть это, в принципе, востребовано. Это во-первых. А во-вторых, ну, мне кажется, что навыки самопрезентации, навык хорошо держать себя, хорошо ходить, хорошо сидеть, красиво себя подавать, он в жизни еще никому не помешал. Это тоже своего рода публичное выступление, правда? Да, конечно. Вот просто вот так вот пройти правильно по подиуму, это тоже публичное выступление, и это еще какого мастерства требует? А потом любое занятие, оно требует внутренней дисциплины. Чем бы ребенок не занимался, у него вырабатывается навык, ну, в какую-то тему углубляться, чему-то одному уделять внимание, то есть поддерживать в себе это внимание, независимо там от того, что бывают трудности. И это в любом случае пригодится в дальнейшем его профессиональной деятельности. Мне подсказывают, что есть звонок наверняка для Натальи, а может быть для Дарьи. Давайте выслушаем и сейчас поймем. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Максим, но я его взгляну в окно. Да, Максим. Вот скажите, пожалуйста, мы идем через пять лет, мы хотим за мной знать вашу честь. Не туда, не туда. И вот скажите, чего вы научите вообще, что это сейчас как сделать? Неинтересно, хорошая манера. Не очень хорошая связь. Позвонил нам Максим, говорит о том, что дочери пять лет, он очень хочет, чтобы ребенок пошел к вам в студию. Чему полезному вы можете научить ребенка в таком возрасте? И вообще не рано ли это? Я думаю, что не рано. У нас дети меньше пяти лет, у нас трех лет начинается обучение в младшей группе. Вот мы научим ребенка не бояться людей, не бояться показать себя. Она может в любой момент, так же, как и эти наши дети, пройтись по позиуму, почувствовать себя. Может быть, она еще не поймет, что она все-таки маленькая модель. Но навыки самопрезентации у нее уже с самого детства начнут прививаться. Наверняка она пока еще не научится делать себе правильный макияж, дневной, правда, вечерний. Но презентовать себя уже будет потихоньку начинать учиться. Я хотела бы дальше спросить, чего же хотят дети и родители, когда приходят в студию? Оправдываются ли ожидания? Дети и их родители хотят, конечно же, сразу же стать звездой. То есть они пришли в модельное агентство, отзанимались в день, поспали, утром они встали, и они уже звезды. Но нет, такого же не бывает. Как и в любом другом месте, они должны учиться, трудиться, и тогда, возможно, они достигнут своей цели, и они станут известными. Но очень-очень много труда это будет стоить и детям, и, конечно же, их родителям. А все ли дети, девочки, мальчики потом уходят в модельный бизнес? Чтобы уйти в модельный бизнес, нужно соответствовать, конечно же, параметрам модельным. Если ребенок не соответствует модельным параметрам, в модельный бизнес он, естественно, не пробьется, не пойдет. Признавайтесь, вы хотели быть моделью когда-нибудь в детстве, например? Нет, в моем детстве такого... Никогда? И не мечтали, и не снилось даже? Я не поверю. Нет. Наверное, любая девочка об этом могла мечтать. Вы исключение. Я не могу вспомнить, что бы я хотела бы... Но в моем детстве, наверное, не было такой еще популяризации этой профессии, поэтому уже там в тот момент, мне кажется, что это началось так сильно подниматься, в тот момент, когда я уже прям выросла, когда уже было сильно поздно об этом мечтать. Наталья, скажите, пожалуйста, о самом большом успехе ваших воспитанниц, ну, вот за последний год, например. Чем можете похвастаться сегодня, что можете вспомнить? Наши воспитанники печатаются в рекламных изданиях, они печатаются в журналах, они участвуют в различных конкурсах, одерживают там победы. Совсем недавно наши воспитанники были отобраны для рекламы аршанских курток и для брестской фирмы, для детской одежды. А вы наверняка тоже когда-то занимались определенными занятиями, вы пришли не просто так в эту индустрию. Я пришла не просто так. Каких вы успехов добились? Я выступила в роли только дизайнера, да. Мы с моей студией сделали коллекцию школьной одежды. О чем вы сегодня мечтаете? Какая самая большая мечта связана с вашей профессией? Моя мечта это быть там, на самом главном подиуме, чтобы наши дети показали нашу коллекцию, мою коллекцию в том числе. Это достойно аплодисментов. Мы поддерживаем вас и желаем успехов. Уважаемые телезрители, я напоминаю, вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Говорим мы сегодня о том, как же сделать наших детей счастливыми. Это «Добрый вечер, Гомель», уважаемые телезрители. Если вы только что присоединились к нашему разговору, то я напомню, что говорим мы сегодня, что же такое счастливая семья и что мы должны, родители, сделать для того, чтобы наши дети были счастливыми. И рядом со мной эксперт программы Дарья Король. Дарья, скажите, пожалуйста, а какой она должна быть идеальная игрушка для ребенка, чтобы она несла пользу? Ну, идеальная игрушка – это игрушка, с которой он не должен бояться играть. То есть самое главное условие – это чтобы ребенку было приятно. И чтобы родители понимали, что игрушку они покупают не для того, чтобы ее передать следующим поколениям, а для того, чтобы ребенок мог спокойно осуществлять ей любые манипуляции. И тогда игрушка хороша, если он может ее ломать, разбирать, собирать, придумывать в ней какие-то другие виды деятельности. Ну, то есть использовать ее так, как ему приятно. Если нету сверхценности этой игрушки, он понимает, что это моя собственность, и я в общем свободен, то вот это хорошая игрушка. С помощью игрушек формируется мировоззрение ребенка, он познает мир. С помощью игрушек формируется скорее мышление ребенка. Потому что мышление ребенка, оно наглядно действенное. Для того, чтобы познавать мир, ему нужно потрогать, пощупать, изучить, там, лизнуть, если ребенок поменьше. Ну, все, что угодно для того, чтобы изучить этот предмет. И таким образом развивается мышление. Чем больше у ребенка возможностей тактильных ощущений, каких-то манипуляций, тем, соответственно, лучше в дальнейшем для его интеллекта. Почему, например, гаджеты для детей, это не очень хорошо? Потому что никаких действенных операций с гаджетом ребенок не осуществляет. Укусить не может, только вот если в руках подержать. То, что он тыкает в кнопки, ну, это, соответственно, очень сужает его диапазон. Почему, например, у детей, которые часто в гаджетах, ну, есть нарушение речи, нарушение коммуникации, им сложнее общаться. Ну, потому что они, ну, в общем, недополучают. И понятно, что, конечно, это, ну, правда, действительно удобно. Посадить ребенка там с телефоном, и, ну, в какой-то момент можно выдохнуть, да, маме отдохнуть, родителям вообще в целом. Но надо понимать, что если вы слишком часто выдыхаете, и, ну, ребенок слишком часто общается с телефоном, то он недополучает. Недополучает общение с вами, недополучает вот тактильных ощущений, которые в целом, ну, приводят, ну, в общем, к его развитию. Упс. Ну, вот видите, ничего не произошло. Ничего не произошло. Хорошая игрушка не поломалась. Да, вот, кстати, сейчас мы будем говорить с представителем фабрики Полесья, но, а прежде еще один вопрос. Специалисты в области детской психологии настаивают на том, что игрушка – это не просто забава, а от ее смысловой нагрузки зависит прогресс в развитии ребенка. Так ли это? Ну, я не большой, скажем, специалист именно в детской психологии, но, да, конечно, это может расширять диапазон ребенка. То есть он может смотреть динозавров, да, например, ну, таким образом изучать археологию, географию. То есть важна еще не только сама игрушка, а важна подача. Ну, то есть ребенок узнает о мире откуда? Из рассказов родителей. Ему, у него, в общем, других источников информации до тех пор, пока он не начал читать, ну, не очень много, да, поэтому то, что родители рассказывают, их возможность манипуляции, да, там, нужно изучать архитектуру, литературу, все что угодно. Можно придумывать истории. То есть это, ну, целый мир, поэтому, да, конечно. Уважаемые телезрители, вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель», и говорим мы сегодня, что мы, взрослые, должны сделать, чтобы наши дети росли счастливыми и гармоничными личностями. Кстати, на что стоит обратить внимание при выборе игрушки? Об этом и не только. Просуждаем с представителем фабрики игрушек «Полесье». Кстати, эта фабрика считается одной из крупнейших в Европе, которая выпускает безопасные и качественные игрушки. Итак, знакомьтесь, сегодня у нас в гостях Михаил Васильевич Семенчук, заместитель начальника отдела продаж этой фабрики. Добрый вечер, Михаил Васильевич. Присаживайтесь, пожалуйста. Михаил Васильевич, я знаю, что вы тоже многодетный отец. Да. У вас трое детей. Трое. Сына, две дочки. И кому, как не вам, знать, какие же игрушки сегодня выбирают современные дети? Вот ваши дети какие игрушки выбирают? Во что они играют? Дети, скорее, я думаю, выбирают игрушки те, которые им нравятся, а уже родители больше смотрят на безопасность. То есть, как вы сказали психолог... Да, Дарья, что можно лизнуть где-то и куснуть, это особенно касается маленьких детей. Ну, вот наша компания выпускает именно такие игрушки. То есть, все красители, которые используются при производстве, они допускают соприкосновение с продуктами питания. Поэтому, другим словом, они безопасны. Им можно давать от самых маленьких, ну, и уже постарше деткам. Кстати, я хочу сказать телезрителям, вот эта игровая площадка, которая сегодня у нас в студии, ее как раз-таки организовала фабрика Полесье. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Посмотрите, как нашим детям они нравятся. Вот девушка такая модельной внешности уже оседлала, кстати, вот эту вот уникальную игрушку. Для какого возраста? Скажите, пожалуйста, расскажите о ней. Вот этот... Как назвать правильно эту технику? Это квадроцикл. Квадроцикл. Да. Электромобиль, он работает на аккумуляторе. Что касается возраста, ну, скорее, наверное, насколько готов ребенок поехать на нем, чтобы он не боялся. Ну, и, собственно, радовался, получал наслаждение от катания на этом электромобиле. Кстати, Михаил Васильевич, фабрика Полесье, которую сегодня вы представляете, полмира покорила своими игрушками. Как вам это удается? Продукцию вашу оценили в 60, внимание, странах мира, в 65 странах мира. Как такое вообще может быть? Ну, это, скорее, кропотливый труд на протяжении 19 лет. Наша компания старается дарить деткам радость, чтобы побольше, почаще к ней были улыбки на их лицах. Ну, это, наверное, основная наша цель. Как вы считаете, почему сегодня... Упс, второй раз. Это хороший знак. Он хочет пойти погулять. Он хочет в руки к детям, которые сегодня жмякают, пробуют, щупают технику, которую вы сегодня предоставили. Так вот, вернусь к моей мысли. По-вашему, никакие гаджеты не заменят игрушки, которые сегодня все равно остаются востребованными? Конечно, не заменят. Гаджеты, они тоже имеют место быть, конечно, но уже, скорее, подросткам, возможно, для каких-то целей. Маленьким деткам игрушки – это, прежде всего, общение со своими сверстниками. Это для совсем маленьких восприятие цветов, форм, то есть вот как раз начало их жизни, освоение чего-то нового, возможно, первичные навыки моделирования, конструирования. Вот для этого предназначены, собственно, наши игрушки. Дарья очень много сегодня уже рассказала, чем же полезна традиционная игрушка. Дарья, а у вашей дочери, у вас дочь, по-моему, да? Сын. Сын. Какие игрушки он выбирает? Ну, он очень много конструирует. Про гаджеты он узнал, когда пошел в школу, собственно. Поэтому как-то не было принято сидеть в телефоне или что-то. Уже сейчас, когда он в пятый класс пошел, он конструирует. То есть все, что он делает на протяжении всей своей жизни. Ну, почему-то равнодушен был всегда к машинкам, то есть к автомобилям, а вот строить, перестраивать. Ну, корабли его интересовали всегда. Почему-то я посмотрела, заулыбалась. Это знакомая для нас история. У нас вся квартира в кораблях. Вам повезло, как маме. Вы каждый день смотрите вот на такие очень уникальные вещи, корабли. Вы не пробовали сами как-то там к процессу подключаться, помочь ребенку? Ну, скорее он меня пробовал подключать к процессу. И как вы? Ну, я не очень игрательный человек. У меня это слабая часть моего материнства. У меня другой вид совместной деятельности с ним был всегда. Я ему читала. А играл он скорее больше там сам или со сверстниками, а со своими. Я таким образом пыталась восполнить. Поэтому я в этом смысле принимала участие. А он конструировал сам, да. Ну, то есть здесь у него большой был полет для фантазии. Квартиры бабушек и, соответственно, наши квартиры завалены все конструкторами. Кстати, у Михаила Васильевича, смею вам сказать, уважаемые телезрители, уважаемая Дарья, у Михаила Васильевича сегодня двойной праздник. Мало того, что он принимает участие в нашей программе, так сегодня еще и день рождения у дочери. Правильно, Михаил Васильевич? Вот, эти аплодисменты ей и вам, как отцу замечательные. Сколько дочери исполнилось? Насте 6 лет сегодня. 6 лет? Да. Что вы сегодня подарили с женой на праздник? Ну, она уже взрослая девочка стала. Где-то до двух лет она игралась машинками, ей было интересно. И она куклы как-то так отвергала. Но потом она, наверное, все-таки уже осознала, что она девочка и надо играть в куклы. Поэтому на этот день рождения она запросила косметический набор себе. Там, где есть лак, помада, ну и прочие такие вещи для девочек. А, кстати, как психологи смотрят на то, если девочки увлекаются какими-то мальчиковыми игрушками, занятиями? Это пройдет или это звоночек о чем-то таком, на что следует обратить внимание? Совершенно прекрасно психологи относятся. Но почему нет? Дети учатся манипулировать окружающим миром. Гендер, то, что мы называем понятие поля, это приобретение гораздо позже. И то, что мы присваиваем игрушкам половую принадлежность, это изобретение взрослых людей. А ребенок манипулирует тем, что ему нравится. Ну, как бы, какая разница, играет девочка в машинке. Ей нравится, она играет в машинки. Не нравится, не играет. В этом нет абсолютно. Там мальчики спокойно могут катать коляски. Ну, это просто интересно. Ну, это же целая история. Взять коляску и ходить по двору. Ну, мне кажется, они скорее учатся управлять транспортным средством, чем быть отцом. Они потокируют. Да. Но впоследствии это пригодится, да. Ну, ничего в этом страшного нет. Это скорее какие-то ужасающие фантазии взрослых людей о том, что что-то не так. Все в порядке. Ребенок ничего не знает о том, с чем он должен играть. Он играет с тем, с чем ему нравится играть. Вы сейчас успокоили наших телезрителей, очень многих, которые по ту сторону экрана. Мы продолжим этот разговор. А пока давайте выслушаем телефонный звонок. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Говорите, я по вечеру организовала большую игровую зону именно из игрушек своего ассортимента торгового. Ребенка отвлечь на какие-то другие зоны развлекательные, интерактивные, мастер-классы было просто невозможно. Три часа, на то все дело, там переходят от одной игрушки в другой. Вот, и, ну, спасибо вам большое за отдых для ребенка, за то, что вы придумаете что-то новое. Ребенок в детстве уже учится осваивать какие-то, ну, наверное, такие взрослые вещи, как помогать маме, пылесосить, гладить, там, убирать. Еще что-то спасибо вам большое. И вот мой вопрос. Скоро грядет Новый год. Моя дочка, у меня очень много племянников-крестников, хотелось бы сделать подарки именно из ассортимента вашего предприятия. Скажите, пожалуйста, где в Гомеле есть магазин, где можно посмотреть, как можно больше игрушек вашего предприятия. Или, может быть, через интернет заказать. Потому что в разных магазинах я вижу разводные элементы по нескольку игрушек, но не встречала еще, где будет большая площадка, вот какой-то отдел именно ваших игрушек. Спасибо вам большое за ответ. Спасибо, Марина. Спасибо. Ваш вопрос понятен. Эти аплодисменты вам, Михаил Васильевич. Столько добрых слов сегодня сказала наша студентинка. Спасибо за добрые слова. Возьмем всех к вопросу. Нам это важно. Наши игрушки можно купить, ну, во многих очень торговых объектах вашего города. В частности, в универмаге Гомель в отделе игрушек представлен, ну, довольно-таки широкий ассортимент нашей продукции. И плюс к этому есть игровая площадка именно с нашими игрушками, где детки могут бесплатно просто поиграться. Я думаю, это хорошо. То есть родители увидят, к чему больше тянется ребенок и, ну, собственно, купят ему эту игрушку, чтобы он дома игрался. И, как выше заметила Дарья, сложно разделить игрушки на мальчиков и на девочек, потому что мы организовываем игровые площадки, ну, и территориально их делим. Именно какие-то игровые комплексы для мальчиков, какие-то для девочек. Но, как показывает практика, девчонки сидят, ковыряются, гайки крутят, мальчишки в кухнях что-то играются. Ребенок что-то познает, что-то новое для себя. Им интересно. А скажите, через интернет можно заказать продукцию? Да, конечно, есть очень много интернет-магазинов. Ну, в принципе, воспользоваться гаджетом и в поисковике, поискать какую-то игрушку по лесу. И выскочет очень много ссылок на интернет-магазины. И, кстати, в преддверии Нового года, это очень хорошо, что мы напоминаем нашим телезрителям о том, что грядет вот такой вот большой всеми любимый праздник. И родители уже должны наверняка подумать о подарках, которые будут презентовать своим детям, племянникам. Правда? Да. Ну, в принципе, каждый родитель может зайти на наш сайт в интернете, выбрать ту игрушку, которая ему понравилась, его ребенку понравилась. И в ближайшем торговом объекте просто заказать ее. Собственно, как бы торговый объект закажет у нас, и мы привезем. Сегодня очень широкая линейка игрушек, которые выпускает фабрика Полесье. И смешарики, и еще какие-то любимые персонажи наших детей. Расскажите немножко об этом. О том, насколько широкое бурное производство сегодня у вашего предприятия. На нашем предприятии работает на данный момент порядка трех тысяч человек. Ассортимент игрушки – это около двух с половиной тысяч наименований. То есть игрушка от самых маленьких, ну, для детей уже постарше. То есть есть погремушки для самых-самых маленьких, но основной ассортимент – это детям старше трех лет. Так что, в принципе, можно выбрать на любой вкус и цвет из нашей игрушки. Вы учитываете то, что предпочтения наших детей, они изменяются, и идете в ногу со временем, предлагаете всевозможные игрушки. Да, конечно, мы стараемся меняться. Вот в 2018 году планируем строительство новых производственных площадей. То есть будем расширяться, будем расширять ассортимент, ну, и как-то покорять дальше мир, дарить радость детям. Кстати, эти аплодисменты для вас за улыбки наших малышей. Уважаемые телезрители, мы говорим сегодня о том, что же такое счастливая семья, и что мы, взрослые, должны сделать, чтобы наши дети росли счастливыми и гармоничными личностями. Уважаемые телезрители, если вы только что подключились к нашей программе, то я напомню, что это программа «Добрый вечер». Говорим мы сегодня о том, что же мы, взрослые, должны сделать, чтобы наши дети росли счастливыми. И у меня вопрос к эксперту программы, к Дарье. Дарья, скажите, вы же тоже наверняка заметили, что при лавке наших магазинов, рынки заполонили трансформеры, всякие вот такие страшилки иногда мы очень часто встречаем, да? Это может навредить детской психике? Как уберечь ребенка и стоит ли оберегать от таких персонажей, которые, на мой взгляд, могут негативно сказаться? Ну, надо смотреть по ребенку. Есть дети, которые любят пугаться и любят пугать, и им это доставляет удовольствие. Ну, то есть у всех детей есть какие-то страшилки, которые они друг другу рассказывают, там они обмениваются. Но когда ребенок растет в достаточно спокойной обстановке, ну, то есть так немного адреналина, ну, ничего страшного не повредит никогда. Но есть там другая категория детей, соответственно, которые могут пугаться. И тогда, ну, это очень быстро можно будет заметно, да? Ребенок же не только играется с игрушками, он смотрит мультики, он приходит в детский садик, и у других детей есть какие-то другие игрушки. Соответственно, он может, ну, что-то посмотреть, и вы увидите его реакцию. Если это реакция отторжения, то ее очень тяжело не заметить. Ну, то есть она будет, ну, ребенок испугается, там будет плакать, тогда, конечно, не надо. Игрушка, она же для того, чтобы ребенок получал удовольствие, а не для того, чтобы его мучить, да? Если он хочет страшилку, ну, пожалуйста, пускай играется. Если не хочет, пугается, ну, тогда не надо. Хочу задать вопрос Миколу Васильевичу. Какие такие необычные персонажи, герои из фильмов, мультфильмов вы сегодня предлагаете покупателям? Самые необычные, на ваш взгляд, как отца? И что тоже хотят купить родители для своих детей, что пользуются популярностью? Пользуются популярностью, не побоюсь этих слов, весь ассортимент нашей продукции. То есть все зависит от случая, от возраста ребенка, как выше озвучила Дарья, от его пожеланий, наверное, боится, не боится чего. Вот, ну, наших игрушек тут не побоишься, они все позитивные, но при этом кто-то выбирает, вот, например, пиратский корабль, кто-то выбирает военную технику. Ну, к кому что ближе. Я знаю, что вы подготовили сюрприз для семьи, которая сегодня была в нашей студии, которая еще вместе с нами. Давайте же расскажем, что это за сюрприз, какой подарок вы подготовили. Под ваши аплодисменты, дорогие друзья, что это за такая большая коробка, которая... Мы попросим семью прийти в нашу студию. Ну, пожалуйста, ваши аплодисменты. Наталья Николаевна, Александр Павлович, проходите, пожалуйста. Да, Михаил Васильевич. Во-первых, хотелось бы сказать, что необычно видеть такую большую семью. И очень жаль, конечно, что в наше время таких именно больших и дружных семей мало. Но надеемся, что в будущем как-то люди осознают, что дети – это радость, прежде всего радость. И у них будет в семьях побольше деток. Хотели бы мы подарить нашей компании нашу новинку – это игровой центр футбол. Чтобы ребята еще веселее проводили свой досуг, тем более зима на носу, вечера долгие. Поэтому, я думаю, будет интересно и родителям, и детям поиграть в футбол. Пожалуйста, вручайте. Под ваши аплодисменты, дорогие друзья. Спасибо. Не останавливайтесь в достигнутом. Слово главе семьи, Александр Павлович. Несколько слов от вашей такой большой, дружной, крепкой семьи. Спасибо большое всем, кто пригласил нас, кто с самого начала является сопричастным с тем, что мы могли участвовать и в конкурсе, и как продолжение этой передачи. И такой подарок. Знаете, вспоминаю песню, по-моему, Антонов пел раньше. «Мечты сбываются и не сбываются», да, Юрий Антонов? Сегодня они сбылись, мечты? Мы давно уже думали и планировали о таком подарке. Поэтому, видите, Бог усмотрел для нас и такое. Слава Богу, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Михаил Васильевич, за ваш такой шикарный большой подарок. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что наша программа «Добрый вечер, Гомель» потихонечку подходит к своему завершению. И я попрошу всех наших гостей по несколько слов для вас сказать напоследок. Итак, начнем с Дарьи. Ну, хочется пожелать легкости, чтобы было не только сражение, не только воспитание, но и чтобы весело вообще-то было. Ну, столько хороших людей. Наталья Николаевна. Я хочу сказать, любите своих детей и будьте любимыми детьми. Замечательные слова, Александр Павлович. От всех детей, которые сегодня в нашей студии, и от самой маленькой, которая не смогла сегодня с нами быть. Ну, конечно же, семья – это то, что очень важно, ценно, и нужно понимать и осознавать значимость семьи, важность семьи. И предлагать для этого много стараний и действий для того, чтобы действительно семья была счастлива, чтобы в семье было вот это гармоничное взаимопонимание. Поэтому, конечно же, наше пожелание всем, чтобы и заботиться о своих семьях. И что я постоянно подчеркиваю, именно о важных духовных ценностях заботились, потому что это важно, это необходимо, это формирует нашу жизнь. Спасибо. Михаил Васильевич. Ну, хотелось бы пожелать, чтобы родителям, скорее, в первую очередь, чтобы они дарили почаще подарки детям, потому что детство – это такой короткий период, который очень быстро проходит. А улыбки на лицах детей, они не забываются никогда. Благодарим вас за такие добрые слова. Уважаемые телезрители, это была программа «Добрый вечер, Гомель» и я, ее ведущая Наталья Игнатенко. Мы желаем вам, чтобы мир, счастье и согласие всегда царили в ваших семьях. Доброй вам ночи и до новых встреч! АПЛОДИСМЕНТЫ УДАР Субтитры подогнал «Симон»